Моя любимая машина, моя любимая иномарка. Дефектуем вмятинки. Градовые. Тут осталось их совсем немножко, совсем чуть-чуть. Вот такие красивые вмятины, но тем не менее. А машинка у нас называется ЗАЗШАНЗ, иномарка такая у нас есть. Вот, прекрасный на ней металл, очень приятно, хорошо делается. И вот сейчас мы эти вмятинки постараемся поубирать, чтобы она так и дальше была красивая, нарядная. Тут их немножко, но тем не менее есть. И как правило, все эти вмятины будут у нас, скорее всего, в таких местах, где не очень-то легко залезть. Это ж по законам бутербродов всегда так бывает. Но ничего, мы согласны потренироваться. Вот у нас вмятинка. Мы ее потихонечку нянчим. Приходится чуть ли не на руках держать окончание инструмента. Вот так вот легко и быстро делаются вмятины. Для тех, кто не понимает, им не объяснить, что это усидчивость, это старание. Все думают, что как вмятина легко бахнулась и получилась, так же легко и быстро она делается. На самом деле это немножко не так. Иногда попадаются такие коварные вмятины, что с виду она даже небольшая. Делается она очень тяжело и долго. При желании всему можно научиться. Стоит тренироваться на таких машинах, которые с хорошим податливым металлом, а не с таким, который каленый, перекаленный и сложно его делать или очень толстый. Вот потихоньку одну вмятину уже сделали. Уже глаза бросаться не будет это место. Вот наше место ремонта. Чуть вот даже видны следы от пробойника. Все ровно, все так, как должно быть. Чуть полирнуть и привет. Уже это место глаза бросаться не будет. Вот тоже самое рядышком. Две вмятинки надо доделать. Наше место. Вот мы видим. И рядом. Вот он шишечок. Я выдернул его чуть-чуть. Лежку клеем. Его надо забить. Но это уже на уровне лака, шагрени. Так что, в принципе, это особо заметно не будет. Вот оно тоже самое у нас место. Вот оно место одно. И вот оно место второе. Тут видны маленькие помарки от пробойника. Вот эти места. Вот оно. И вот оно. Если чуть полирнуть, вот так все ровно. Все получилось. Идем дальше. Следующий такой хороший экземпляр у нас. Такая красивая у нас вмятина. Вот. И она у нас как раз находится под усилителем. Вот это для того, чтобы интереснее и приятнее было делать. Вот она наша вмятина. Вернее, что от нее осталось. Так где ты? Вот она уже. уже легче но еще надо ее доделать поскольку она еще видна как вмятина вот еще раз показываю это место надо это доделать ну вот что получилось ну ты все мятина как и не было долезли крючком тоже под жесткостью маленькая умятинка тут чуть-чуть поддавим чтобы ее не было видно в принципе и у всего это называется ноги из трех раз на улице как я не найдешь очередная вмятина красивая такая это же под жесткостью будем клеем клеится уже вмятинка поменьше стало делаемся клеем сейчас надо забить еще и чуть-чуть и и вышла ну да еще тут поковыряться по приподнимать и пропускать вмятина сама вон там дальше было но тут металла небольшие загвоздочки поэтому пришлось выдернуть чуть здесь и опять еще немножко позаниматься а так принципе вот она вмятина чуть дальше здесь вот получилось шишечка ну ничего когда я продолжаю по чуть-чуть надо поднимать забивать поднимать забивать вот он шарик опять вышел надо забивать его уже в принципе нормально здесь была вмятинка у нас теперь она там только вот донышко отметинки вот она будем считать что все нормально очередная вмятинка тут ребро капота сейчас ее тоже будем доставать ну вот как то так можно увеличить там в центре при большом увеличении ты чайчик вот он есть это его только под восьмикратным увеличением можно рассмотреть а так все теперь ровно и красиво три вмятинки еще осталось вот раз два и три вот и так не торопясь потихонечку будем делать вот так потихонечку умятинки не быстро но выковыриваются самое главное не торопиться потому что одно неосторожное движение и можно попасть на покраску поэтому лучше все это делать потихонечку лучше не торопясь остановиться подумать и ковыряться дальше ну вот потихонечку помаленечку эти вмятинки у меня начались осталось вот она еще это одно вмятинка всего финиш все что отметили все сделали вот привели в порядок машинку нужно где никаких нюансов нету ненужных все нормуль вот он все и Продолжение следует...